Библейский портал экзегет.ру представляет 45 глава книги пророка Исаии. Я, Андрей Десницкий, читаю ее в своем переводе для библейского портала экзегет и даю небольшой комментарий. Мы разгадываем с вами загадку отрока, отрок господинь, который упоминается практически в каждой главе части этой книги. И мы пытаемся понять, кто это. Вот такое ощущение, что в 44-й мы, наконец, разгадали. Это Кир Персидский, царь, который в VI веке до н.э. взял Вавилон и потом разрешил иудеям вернуться из Вавилонского плена, отстроить Иерусалим и храм и, соответственно, тем самым исполнить волю Божью. 45-я глава посвящена так просто и конкретно Киру и его отношениям с Богом. Кир – второй великий персидский царь. «Так говорит Господь своему помазаннику Киру, которого держит он за руку, чтобы покорять ему народы, обнажать перед ним царей, чтобы открывать перед ним врата, которые уже не затворятся». Кир – помазанник Божий. Ничего, что он вообще язычник, что он перс, что он не принадлежит к избранному народу. Помазанник – а что это такое? Обряд помазания, который описан в исторических книгах, когда берется некий священный елей, масло оливковое возливается на голову человека, пророком, как правило, и тем самым он посвящается, этот человек, на некое особое, очень важное служение. Так здесь то же самое. Кир вовсе не образец благочестия, Кир вовсе не правитель, который должен стать таким наместником Бога на земле, но он тот, кого Господь назначил на определенную должность, что называется, кого он дал определенную миссию. Более того, он уточняет, что это он держит его за руку, покоряет народы, обнажает царей, открывает врата и говорит самому Киру, «Я сам пойду пред тобой, унижу гордецов, разобью бронзовые ворота, сокрушу железные запоры, сокровища, скрытые во тьме и потаенные богатства отдам тебе, и узнаешь, что я Господь». То есть, по сути дела, это комментарий ко всем этим деяниям царя Кира и вообще персидской державы, которая уничтожила Вавилонскую, я думаю, что это еще одно действие Бога в этом мире, причем в этом действии, естественно, есть какие-то особые люди, например, Кир Персидский, который сыграл вот такую важную роль. И смысл прежде всего в том, чтобы ты узнал, что я Господь, говорит он, Бог Израиля, что зовет себя по имени. Я позвал тебя по имени, да, сейчас пропустил чуть-чуть, ради слуги моего Иакова, избранного моего Израиля, или я позвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты и не знал меня. То есть, у всего этого есть свой замысел, и замысел вовсе не в том, чтобы возвеличить Кира. Замысел в том, чтобы именно израильский народ остался вот тем, кем он был, остался народом Божьим, и Кира играет в этом замысле всего лишь определенную, хотя очень важную роль. Я Господь, и другого нет, нет Бога, кроме меня. Я опоясал тебя, хотя ты и не знал меня. Пусть же от востока солнца и до запада знают люди, что нет иного, что я Господь, и другого нет. Звучит странно. Ты не знал меня, но я использовал тебя для того, чтобы другие меня узнали. Тем не менее, сказано именно так. Это не значит, что Кир обратится к единому Богу, хотя, наверное, пророк этого бы очень хотел, но, тем не менее, так или иначе, его действия будут способствовать тому, что весь один о Боге распространится со временем по всему человечеству, и поэтому он помазанник Божий, поэтому, да, он и есть его отрок в данном случае. То есть, отрок — это не отдельная личность. Отрок — не коллективная личность даже народа Израиля, но отрок — это тот, кто исполняет волю Божью в истории. Это может быть народ Израиля и должен быть народ Израиля. Это может быть царь Кир. Может быть, кто-то еще. Знают люди, что нет иного, что я Господь, и другого нет. Я созидаю свет и навожу тьму. Я дарую мир и насылаю беду. Это я, Господь, делаю все это. Здесь, кстати, очень интересный стих, потому что насылаю беду. Здесь, вообще-то говоря, зло написано в оригинале. Я творю зло, если переводить буквально, но мы понимаем, что Господь не творит зло в том смысле, в каком Он творит мир, но в том, что мир или беда, или бедствие, или зло — это, в конечном счете, части того, что Он либо творит, либо позволяет этому состояться в этом мире. И здесь он это уточняет Киру. Может быть, здесь ответ на еще одну загадку, которую мы читали. Отрок Господень, он не угасит курящегося фитиля и не преломит надломленной тростинки. Но явно это не про Кира, который рушил Великие Империи. Одну, по крайней мере, Вавилонскую разрушил. Звоевывал многие царства. Но получается, что это Господь все это делает, а Кир всего лишь человек, который выступает его инструментом. Может быть, и так. Но мы про Отрока еще далеко не закончили разговор. И дальше, после этих прекрасных слов о Кире, таких очень величественных, вдруг, казалось бы, другая тема. Правду, да источат небеса, да прольется она из облаков, да раскроется земля, и спасение породит, и праведность произрастет вместе с ней. Я, Господь, творю все это. Правда, праведность, спасение — вот то, что на самом деле в истории важно. Персидская, Вавилонская, какая еще дружава, лишь внешний фон, на котором это разворачивается. Кир, да, важный деятель этой истории, но не источник ее. В конечном итоге небеса, земля, они сами порождают эту правду и спасение. Даже и люди для этого не очень нужны, если есть на это воля Творца. А может быть, кто-то считает иначе? Ответ на это дальше. Горе тому, кто припирается с Творцом, черепок из черепков, что лежат на земле. Говорит ли глина гончару, да, который лепит из глины сосуды, говорит ли глина гончару, да что же ты делаешь? Говорит ли о мастере работы, да он без руки. Горе тому, кто скажет отцу, зачем ты меня зачал? Или женщине, зачем рожаешь? Так говорит Господь. Святыня Израиля, его создатель. Спрашивайте меня о будущем моих детей, указываете, как обойтись с творением моим. Можно понять по-другому, спросите или укажите, да. То есть, мои дети для Господа это народ Израиля. То есть, вы думаете, что вы знаете, как ими распорядиться? Ответ на это. Это я создал землю и сотворил на ней человека. Моя рука распростырла небеса, и воинством их повелеваю я. То есть, звездным миром. Кира, я ради правды воздвиг, я уравняю его пути, и он отстроит мой город, и пленников моих отпустит. Ни за дар, ни за плату, говорит Господь воинству. То есть, смотрите, Кир имеет свои планы на свое царство. Но Господь тоже имеет на них планы. И оказывается так, что планы Господа, они, ну, и будут выполнены. Хотя Кир тоже вполне, вполне окажется успешен, но ровно потому, что он вписался в эти планы Бога. Так говорит Господь. Египтяне с их прибылью, эфиопа с их торговлей, сабейни, народ рослый, все они придут к тебе твоими, станут, пойдут за тобой, побредут в оковах, будут тебе кланяться с мольбой. Да, Господь с тобой, другого нет, никакого нет иного Бога. В одной из предыдущих глав говорилось о том, что в уплату за Израиль Господь как раз отдал Египет, Эфиопию, ну, или Судан, говоря современным языком. И сабейн, это народ на юге Аравийского полуострова. И получается, что вот здесь, в каком смысле они отданы за Израиль, они станут рабами Кира, они будут ему подчинены, а Израиль будет свободен. Истина. Ты сокровенный Бог, Бог и Спаситель Израиля. Постыдятся они все и посрамятся, ждет их позор, кто творит истуканов. Но Израиль будет Господом спасен, и спасение это пребудет вечным. Не постыдится он и не посрамится во веки веков. Ну, вот итог той же самой речи и еще о сотворении мира. Опять-таки, мир сотворен Богом, значит, именно он и определяет жизнь этого мира, как любой творец определяет будущее сотворенного им. Господь небеса сотворил. Он тот Бог, что землю создал, устроил ее и утвердил. Не впустую он сотворил ее, создал он ее для жизни, и вот что он говорит. Я Господь, а другого нет. Не говорил я тайно, вместе укромным, темным. Не говорил потом Камакова, впустую вам искать меня. Я, Господь, творю правду и возвещаю справедливость. Ну, это повтор вот этих основных вещей, которые в предыдущих главах звучали. Так соберитесь и приходите, кто спас всех народов, скорее сюда. И обратим внимание, что в этой главе звучит тема не только здесь, но здесь звучит достаточно ясно о том, что и все эти эфиопы, и египтяне, и другие народы, они в конечном итоге собираются вокруг Израиля. То есть, этот народ, Израиль, играет свою роль не только для самого себя, но для всего остального человечества тоже. Кто спас всех народов, скорее сюда. Ну, и снова немножко попинать творцов-идолов. Неразумный, кто бревно из тукана таскает, молится Богу, неспособному сказать. Посоветуйтесь между собой. Объявите всем, объясните, кто из древля об этом рассказал, кто в прошлом возвестил. Это я, Господь, и кроме меня иного Бога нет. Бога праведного, спасителя. Обратитесь ко мне за спасением все пределы земли, ибо я, Бог, и другого нет. Клянусь самим собой, потому что кем еще клясться, если нет никого выше. Из уст моих исходит правда, слово ненарушимое. Преклонится предо мной всякое колено, и будет клясться мной всякий язык, скажет обо мне только у Господа. Правда и сила, кто с ним враждовал, с позором сгинет. Господом оправдается и похвалится все потомство Израиля. То есть еще и еще раз оправдание похвальба Израиля – это одновременно некое центральное событие для истории всего человечества, которое должно принять Господа. А Израиль – это просто тот народ, который сохраняет, передает, распространяет знания об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok